Строчки из стихотворения Кустахи Тагурова актуальны и сегодня. Их буквально можно переложить на ситуацию, в которую попали сотрудники музыкального театра. И хоть в проблеме артистов мало поэтического, она не даёт покоя и заставляет искать ответы на вопросы. Речь идёт о пресловутых майских указах, которые, как отрапортовали, в республике полностью исполнены. На самом деле всё иначе. В конце 2017 года, когда истекал срок исполнения первых указов Путина, работникам учреждений культуры Северной Сети спешно выплатили деньги, чтобы успеть отчитаться. Суть документа в том, чтобы постепенно довести зарплаты работников сфер до средней по региону. По правилам, людям должны были делать соответствующие доплаты ежемесячно в течение пяти лет. Но они об этом даже не догадывались, а когда разом получили причитающиеся им выплаты, были немало удивлены. Только коснулось это счастье далеко не всех. Сразу три коллектива – Музыкальный театр, Филармония и Колледж искусств имени Гергева – оказались за бортом щедрости Минкульта, ответственного за исполнение указа. Это около 200 музыкантов, певцов, актёров и хореографов. Многие, к сожалению, артисты Рухса говорят, они умерли и надеялись, что получат выплаты. Я не знаю, ждут, наверное, что тут всех артистов не станет. Обращались мы в защиту труда, в прокуратуру обращались, в МВД обращались, в Министерство финансов, в Министерство культуры. У всех просили помощи или хотя бы объяснение, почему нам не выплатили. И никаких объяснений толком, кроме того, что нам сказали, вы сами уволились, что очень под сомнением, как это произошло вообще. Как выяснилось, причина проста и нелепа. И связана она с переходом коллектива в филиал Мариинского театра. За пару месяцев до выплат сотрудников попросили уволиться в связи с ликвидацией учреждений и снова написать заявление о приёме на работу, но уже в штат Мариинки. По их словам, никто не объяснял им, чем они рискуют и что в случае увольнения лишатся выплат по майским указам. Мы просто пришли в театр, здесь всех собрали, всех сотрудников. Сказали, что нашего государственного национального театра оперы и балета нет. И всем коллективам надо перейти в филиал Мариинского театра. Мы были рады, потому что перейти с зарплаты в 8 тысяч в среднем, вот там 6, 8, 4 тысячи. И тут мы стали получать тысяч на 10 больше. И, конечно, мы были счастливы перейти. Но перед тем, как уволиться, перед тем, как эти бланки подписать, к нам никто не пришёл и не сказал, вы что-то потеряете, или вы на что-то можете рассчитывать, вообще вам что-то положено. Нам никто не сообщил, и мы благополучно, получается, сами уволились. И потом после этого начали выплачивать вот эти, согласно указам. Около 200 человек стали исключением в списках Минкульта на получение выплат, просто потому что они вошли в состав филиала Мариинского театра. Четыре года активисты добиваются, чтобы им выплатили деньги, которые полагались им в течение пяти лет, но безрезультатно. Пусть никто не подумает, что мы сейчас выклянчиваем эти деньги. Ведь это по закону нам положено было. Будьте добры, объясните нам, почему и на каком основании нас лишили этих выплат. Вот основной вопрос в этом. А проблем у всех хватает? Любого спросите, проблем хватает у всех. Финансовых, всяких разных. У меня ипотека, я многодетный папа. Сам думаю, как же мы выживали, вот как у нас получалось. Вот как, вот, как получалось. Где работы, подработки какие-нибудь. Вот я, например, в садиках вел танцы. Ну, это полставочки. Не хватало. Вот как-то выживали. Это не просто какие-то выплаты. Это те выплаты, которые мы зарабатывали. Мы работали каждый день. И почему у нас должны их забрать? Куда они делись? Вопросы соответствующим органам, которые должны и нам ответить на этот вопрос, и возместить, и сделать, наконец-таки, этот перерасчет. Мы, например, у нас сейчас четверо деток, у нас ипотека, у нас кредиты. Наверное, возможно, как у каждого жителя, но дело в том, что не каждый житель на зарплату 4 тысячи работал в свое время. Недополучал крупную сумму, я считаю. Материальное положение артистов с переходом в Мариинку значительно улучшилось. Зарплату получают в срок и в полном объеме. Но совсем недавно, чтобы остаться в искусстве, им приходилось многим жертвовать и искать подработки. Кто-то убирал дома, кто-то пил в ресторанах, работал в такси. Несмотря ни на что, они продолжали творить и дарить прекрасные людям, переживая при этом большие трудности. На тот момент я получала зарплату 3 700. Вообще даже страшно сказать. Из них 900 я тратила на дорогу. И выживала благодаря своим родителям-пенсионерам. Мне кажется, люди искусства, они не должны думать о том, как бы им залатать эти дыры материальные. Они должны думать о высоком. Они должны творить. Я не знаю, почему такая несправедливость. И нас обошли вот эти деньги, которые по закону были выделены для того, чтобы улучшить качество нашей жизни. Какие суммы перерасчета положены артистам, сейчас подсчитать сложно. Они зависят от многих факторов. Примерно речь идет о цифрах от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Инициативная группа не собирается сдаваться. Особенно коллектив обнадежила позиция премьер-министра Михаила Мишустина, который заявил недавно, что у майских указов нет срока давности и недопустимо подходить к их исполнению формально. Артисты надеются найти понимание в этом вопросе у руководства республики, которому намеренно обратиться за помощью. Вопросов бы не было. А тут так мы остались все сами с этой бедой. Да, никто не помогает, как бы не обращает на это внимания. И поэтому мы собрались здесь все ради справедливости, чтобы услышать конкретно ответы на наши вопросы. Требуем свое. Ничего чужого нам не надо. То, что нам положено, мы хотим вернуть это себе. Ну а редакция Крыльев ТВ надеется, что на ситуацию обратят внимание и правоохранительные органы. Ведь майские указы все-таки исполнены не были. Продолжение следует...